Радио Болтком Добро пожаловаться Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно И два входа в них Обстоятельные ответы Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать Коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не дома управления И даже не жильцов В законе написано очень четко Председатель правления центра Собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Доброе утро, уважаемые слушатели Действительно начинается программа Добро пожаловаться Время жаловаться, время делиться Своими, не знаю, вопросами, бедами Проблемами И мы готовы принимать ваши звонки По прямой линии 67212-93-9 67213-93-9 Сергей Сидорко с нами на прямой связи Доброе утро, здравствуйте Доброе утро Доброе утро Господин Сидорко, поделитесь, пожалуйста, опытом По засчеклению лоджии Я поняла, что вы там Вами обслуживаемых домах Разработали проекты Ну, единый проект Как это и положено Скажите, пожалуйста Ну, там как бы есть несколько вариантов Засчекления лоджии Как вот вы выбирали, который вариант Да, это или на собрании Или там Кто, так сказать, определил Что именно такой вариант И потом оплата Вот, чтобы этот проект там Ну, как бы учредить Документы оформления Там тоже определенную сумму Надо заплатить Как это платили То ли те, у кого там есть лоджии То ли за общих накоплений Вот такие вопросы Спасибо Спасибо Ну, попробую ответить так Проект Остекление лоджии Определяет вообще Рисунок Стекол и так далее Определяет архитектор Это не вопрос выбора собрания Потому что На самом деле Выбирает архитектор Исходя из каких-то своих Понятий Как это правильно Потом Мы обычно привлекали Специалистов по окнам Чтобы сделать Вот эти деления И Конструктив таким образом Чтобы сократить Возможные затраты На саму конструкцию Ну, а в принципе Если у вас есть несколько вариантов Которые вы хотите реализовать То это по консультации Сначала с архитектором И если оба варианта Будут Однозначными Ну, тогда Надо Можно решать Каким-то коллективом В принципе Начинать надо с архитектором Потому что Есть общие правила Это первое Относительно затрат Затраты небольшие В нашем случае Затраты на Дом Одной серии Составляли Там Несколько сотен лад Еще в то время И Смысла какого-то Мы погасили эти деньги За счет накопительного фонда И смысла какого-то С кого-то Брать деньги Не было В принципе Можно принять решение Что вы делаете деньги За общий счет А потом Каждый кто Начинает Остеклять Платит За Часть стоимости Гасит Часть стоимости Проекта Но я не думаю Что это лучшее решение Здесь нужно принимать Единое решение Дома Разрабатываем Проект остекления И соответственно Даем доступ Всех Мое мнение Я напоминаю еще раз Телефоны в нашей студии 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Можно писать Нам также пишите На ватсап 2 3 0 6 1 9 1 Удобно Потому что ваши вопросы Никуда тоже не затеряются Если Вот по телефону Можно не дозвониться Иногда Или там Какие-то проблемы Здесь мы обязательно Озвучим Если даже не хватит Ремени в этой программе То обязательно В следующий Ваш вопрос Прозвучит И мы на него Постараемся Ответить Да Вот по-моему На прошлой неделе С мусоропроводами Там Начались какие-то Подвижки Вроде бы Признали Заваривание Мусоропроводов Не Соответствующим Там ряду Нормативных актов И Есть Может быть Надежда Что этот вопрос Решится Каким-то другим образом Насколько я Слышал Это Олбот Смельян Господин Янсен Вдруг проснулся И начал Разбираться С вопросом Законно Это или Незаконно Подождем Что он Написал Какие-то Возражения Но подождем Какова будет Реакция Властей Хотя Опять-таки Я повторю В правилах Реческой думы Записано Или Не пользуетесь Мусоропроводом И тогда Имеете Право Пользоваться Вот этим Помещением Для Размещения Контейнера Или Если У вас Мусоропроводом Есть Возможность Пользоваться То есть Он не Закрыт Для Пользования То в этом Случае Вы этим Помещением Пользоваться Не можете Здесь Немножко По-другому Нет Обязательства Заткнуть Мусоропровод Заварить Или Уничтожить Есть Правила Которые На сегодняшний день Говорят Где И каких Условиях Можно Размещать Контейнер Прямо Но Здесь Действительно Есть Противоречие Потому что Там Где Стоит Контейнер Это Как правило Помещение Общего Пользования Которое Относится К дому Которые Запираются Как правило На ключ И Доступа Там Посторонних Нет Почему Имеет ли Право Рижская дума Вмешиваться В То Как Использовать Это Помещение За которое Люди Платят И Которое Входит В часть Всего Обслуживаемого Дома Ну Они Считают Что Санитарные Условия Такие Почему То Среди Тех Кто Принимал Решение Бытовало Мнение Что Мусоропроводы Это Источники Грязи Возможно В тех Домах Где они Были Которые Не Позволяли Ненадлежащим Образом Обслуживать Так и было Но это Не город Рига Цепикоп Ну Опять таки Здесь очень Трудно Комментировать Потому что Ну Опять вернуть Как и столбики К велодорожке Теперь и скорая Не может подъехать К больному Потому что Столбики Не пускают Ну Понимаете Логику искать Здесь нельзя Здесь Здесь есть Мнение Оно правильное И оно Реализовано В виде Все Точка Дальше Там Спрашивать Объяснения Аргументации Или попытка На эти логики То же самое Вот просто Как Если Провод Источник Заразы То с тем С тем же успехом Можно сказать Что и лифт Где Простите Там кто-то Делает свои дела Там по маленькому Тоже может стать Источником заразы Так что Надо Заваривать Шахту лифта И Запрещать людям Пользоваться лифтом Потому что Там происходит Безобразие То есть Нужно Просто пользоваться Со всеми Санитарными Нормами Ничего не будет То есть Это как будто бы Выглядит Конечно Абсурдно Я бы сказал Не эта проблема Проблема Где размещать Контейнер Сейчас Вот еще раз повторюсь Мусоропроводы Обычно Расположены В тех домах Которые стоят Размещены Таким образом Что рядом с ними Нет площадки Для контейнеров Она не предусматривалась И места для контейнеров Вы же посмотрите Что делается Сейчас мы должны У дома держать Как минимум Три контейнера То есть Один для бытового мусора Один для Сатированного Картонной Пластмассы Один для Стекла И плюс К нам Сейчас Очень интенсивно Начинается Давление Поставки Еще для Разлагающихся Бытовых отходов То есть Для пищевых отходов И для таких Ну для пищевых отходов Практически И все это Нужно поставить Там Где места нет Вот об этом Никто не думает Но заткнуть Лишить дом Единственного Помещения Где хоть какой-то Контейнер Может стоять Ну это сделали Все для людей Но ведь Мне кажется Что наоборот Люди Которых Лишили Вот этого Удобства Испытывают Страшное Раздражение И здесь Скорее Ну вот это Раздражение Может перейти На всю эту Мусорную реформу На сортировку Мусора И вот этим Одним Кнутом Обязательно Обязательно Кому-нибудь Будет мешать Потому что Будет стоять Под окнами Это будет Создавать Неприятный Запах И ну Масса проблем Которые просто Вызывают Очень большое Раздражение Ну не только Раздражение Я могу Могу привести В пример Улицу Варавикс Изгатвы У нас Там стоит Стенка Из девяти Этажек Ну порядка Десяти Двенадцати Девяти Этаж У этих Десяти Двенадцати Домов Нету Ни одного Контейнера Для Не установлен Ни одного Контейнера Ни для Картона Ни для Стекла Потому что Их негде Это Кого-то Волнует Зато Мусоропроводы Все заваривают Они Больше Не мешаются Сортировки Мусора Мы можем Поставить Галочку А то что Там ни одного Контейнера Нету Я попытался Поставить Контейнер Но слишком Близко К стене Получается Подожгли Налига И контейнеры И выжгли Стен Утепленные Этим Закончился Эксперимент По размещению Сортированного Мусора Контейнера Бессортированного Мусора Я еще раз Хочу Повторить Мое Глубокое Убеждение Начинать Надо С системы Организации Сбора Мусора Делать Это Продуманно Создавать Площадки Создавать Внутриквартальную Систему Более Щадящего Вывоза Мусора Ну да Потому что Мы сталкиваемся С проблемой Мы уже Об этом Говорили О том Что площадки Для вывоза Мусора Они Во-первых И не оборудованы И мусорные Машины Для сбора Мусора Они Не оборудованы Проезды Для них И чем больше Таких Вот Если у каждого Дома Создается Таких Мусорных Площадок Тем больше Хаоса И Сложности Подъезда К Этих Машин К месту Сбора Мусора Так Именно На этот Аспект И Если В сортии Указал Своей Аргументацией Что юридически Там Как бы 50 на 50 Такой Запрет Но Сама Суть Как это Было Запрещено Да Вот То что Сергей Говорит Что То что Вы Говорите Что Сначала Создайте Инфраструктуру Которая Позволяет Сортировать И потом Только что Запрещать Именно Это И есть Основная Мотивация В Обращении Омбуда К Рыжке Думы И он Дал Рыжке Думы Три Месяца На Пересмотрение Этих Норм И В принципе Это Те два Аспекта С которыми Мы с вами Тут уже Говорили Уже Много Месяцев Первый Это Юридический Аспект О том Что Насколько Противомерно Так можно Запрещать Таким Или Иным Образом Нас Запрещает Пользоваться Мусоропроводом Конечно Юридически Это Можно Сформулировать Разным Способом Но Вторая Это Суть Самой Реформы Тогда Создайте Инфраструктуру Чтобы Можно Было Сортировать И Потом Только Что-то Запрещать Именно На Эти Два Аспекта Про Которых Мы Уже Говорили И Обратил Внимание Омбуд Так что Я думаю Он Вполне Справедливо Обратил Внимание Изложил Свою Аргументацию Которая Я бы Сказал Она Дружит С драмы С умыслом Как Решение Министерства Дум Насколько Вот Это Мнение Омбудсмена Она Может Быть Весомым Не Может Ли Рижская Дума Переформулирую Вопрос Проигнорировать Вот Эти Замечания И Или Они Обязаны Каким-то Образом Отреагировать Ну Они Обязаны Отреагировать Потому что Омбуд Он стоит Вне Скажем так Политики Да И всего остального Он стоит В рамках Как бы Защиты Нас Жителей Да И как мы Видим По другим Реформам Там Где Омбуд Сказал Своё Мнение Сам Принимал Решение Менял Закон И так Далее Так что У него Довольно-таки Широкие Права Он не может Сам поменять Закон Но он Видит Там Где Что-то Есть Какая-то Несправедливость И Его Скажем так Юридически Он независим От какого-то Рода Всех Политических Партий Да Конечно Его Сайм Выбирает На Определенное Время Но Юрий Сиан Доказал На этом Посту Да Уже Долгое Долгое Время Что На него В принципе Не влияют Все эти Политические Баталии Которые Происходят Он просто Смотрит С точки зрения Жителей Что Справедливо Что нет И указывает Дальше Как поменять То что он Нашел Это уже Вопрос Сам Вот интересно Я понимаю Что вряд ли Мы сможем Ответить На этот вопрос Но Повлияло ли На его решение Вот Обратиться К Думе Заявление Жителей Шум Который Ну вот В прессе И вообще Возмущение Которое было Вот Я к тому Что если Возникает Такая конфликтная Ситуация Например Вот не только С мусоропроводами Но и С какими-то Другими вещами Имеет ли Смысл Жителям Писать Например Жалобы Омбудсмену Ну вот Чтобы Он мог Каким-то Образом Повлиять На Вот Структуру Власти Ну Здесь Беря во внимание Весь Скажем так Мусорный конфликт Его назовем Да Как он Разрастался Как создавался По несколько Раз и так далее Тут наверное Жители Использовали Все те До возможностей Которые были До этого Да В том числе Мы помним Что было На Манабалса Это инститива И так далее Когда уже Не сработало Да Жители поняли Что нужно Обращаться К Омбуду Да Что Ну Их Голоса И вообще Не берут во внимание Были же Коллективные Письма В Думу Да Мы тоже Тут думали Ну как на это Повлиять С позитивной точки зрения Как обратить внимание Но вот честно признаюсь Тоже про Омбуду Я забыл Ну вот Он напомнил Что он у нас есть Так что Я считаю Что это очень Очень позитивный Аспект Что вот Напомнил Что действительно Ребята Есть что-то несправедливое И никто Все инстанции Вам отказывают Что вот Есть еще такая Возможность Ну и по всем По всем Наверное Вопросам Не стоит к нему бежать Да Надо вот Тогда Когда Уже закон Несправедлив Да И ну вот Тогда Это вот как раз Так компетенция Омбуда Та инстанция Куда можно обратиться 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Телефоны Нашего прямого эфира Также можно писать На номер 2 3 0 6 1 9 1 Эверс Гонтарев И Сергей Сидорг Отвечают на ваши вопросы И мы Вот говорим О мусорной реформе Что Что может произойти дальше Потому что Даже если Например Ну Хорошо Примут решение Что можно будет Пользоваться мусоропроводами Но ведь не во всех домах Не все дома оборудованы И Все равно Есть дома Где стоят Мусорные контейнеры На улице Вот Все равно Проблема Ведь не совсем Будет решена Что дальше Может быть Вот с этой Мусорной реформы Какое может быть Развитие событий Ну По-моему Это Великолепная Возможность Для Законодательной Рыжской думы Все же Посмотреть Что Ребята Что-то Пошло не так Разве Что-то Пошло не так Концептуально Что-то Пошло не так И давайте Вернемся К самому Самый замысел Самый замысел Это Сортировка Мусора Чтобы не было Бардака Ну Сейчас уже Закрыли мусоропроводы И увидели Какой бардак Я думаю Жалоб еще больше Начало поступать По всем департаментам Рыжский дум Ну Это просто Как Обратить Внимание Законодателя Ну Жители вам Жаловались Вы не брали Во внимание Ну Обратите Внимание Что-то Пошло не так И переработайте Все это Ну Давайте Создать Сначала Единая площадка О том Что мы тут Говорили Да Чтобы была Возможность А потом Что-то Закрывать Или запрещать Да Там Много Идей Которые Мы В вашей передаче Уже Гласили Что Вот Например Поскольку Сортировка Мусора Она скажем так Политически Значимая И для Экологии И для Всего Всего Тогда Давайте Обозначим Как Городу Есть право В красных Линиях Назначать Что вот На квартале Будет Вот это Место Для Сортировка Мусора Это Поставить Юридически Красных Линиях Что это Значит Это значит Что дума Имеет Право Там Разместить Эти площадки Потому что Эта система Она Централизированная По сбору Мусора Закрытие Мусоропровода И Не Создавая Централизированные Площадки По сортировке Мусора Это невозможно Достичь Этой цели Во-первых Нужно Если Система Централизированная Как сбор Мусора Она создана Сейчас Нужно Нужно И сортировку Создавать Централизированная То что Сергей Говорил На кварталы Смотреть Есть дома Где физически Это невозможно Сделать И без вмешательства Самой думы И с ее Правом Обозначать Красных Линией Для нужд Жителей Для нужд Города Эту проблему Не решить Так что Во-первых Это Обращение К политикам Про то что Ребята Что-то пошло Не так Но обратите Внимание Есть идеи Как это Привести В порядок В том числе С наших Практиков Которые Ежедневно Работают С этим Давайте Подумаем И переработаем Все эти Условия Ваши установки Сергей Что-то хочешь Добавить Я вижу Я могу только Сказать Что я не согласен С тем Что мы Говорим о какой-то Реформе В мусорной сфере Была попытка Передела рынка Она состоялась Эта попытка Передела рынка Состоялась На 50% Чего-то достигли Чего-то не достигли А что изменилось Но было Было Четыре компаний Которые вывозили Мусор Принципы оплаты Остались те же Принципы размещения Контейнеров Остались те же Все осталось То же самое Но поменялись Названия Компаний Все Ничего не поменялось Никакой реформы Не было Если сейчас Рижская дума С большим флагом Бегает и кричит Что у них Мусорная реформа Благодаря завариванию Контейнеров Ну Шикарно Давайте считать Так Завариваем Двери в Рижскую думу И будем считать Что Рижская дума Уже у нас Работает по-другому Ну Нету реформы Здесь нужно Менять принцип А не Обсуждать Там вот Заварили Мусор Ну Давайте Можно запретить Упаковку Вообще Взятие Запретить Дерите в ладошки И несите Тоже будет Рефорт Сергей Абсолютно прав Могу Прооткрыть Занавес Скажем так Это были Наверное Мои последние Там месяцы Во главе РНП Когда проходила Первая волна Реформ мусора Не посмотрел На то Что сделал город И Получалось так По тем Закупкам По Как Сергей Правильно назвал По переделии Рынка На ровном месте Ничего не меняя Абсолютно Ничего не меняя Тариф для жителей Повышался На 75% И я Каждый день Получал Угрозы Скажем так С того времени Зама Мэра О том Что Айвар Подпишет Этот договор Не смотрел На этот договор И не понимал Ну вот Как так Можно поступать Что на ровном месте На ровном месте Политик Поднимает Решение Которое На 75% Просто Ничего не вкладывая Ничего не меняет Просто меняет Меняют Тариф Для жителей У нас было Как у РНП Если сейчас Правильно помню Три-четырех Заметок И претензий К этому договору Которую мы Оговаривали И постоянно На меня Лично было Давление С политиков Подписать Этот договор Я говорю Ребята Рассматривают Эту реформу Все Что сейчас Скажут Что она Противозаконна Так и было Через две недели Сказали Что это Вся первая Волна Реформы Которая Предполагала То что я Говорил Ее признали Незаконной То есть Все это Политическое Давление В том числе На меня И на всех Окружающих Думаю Следите О том Что просто Это был Грубый Передел рынка Потому что На ровном месте Создать В принципе Монополию В городе Плюс 75% Тарифа И ничего Не вкладывая Вкладывая Только С своей Потом Прибыли Это все Признаки И на это Указывает Потом Если мы Смотрим Что произошло В рынке По вывозу Мусора Потом Одна Вторая Компания Большая Были Проданы То есть Это Как складывается Картинка Очень ясная Ребята Договорились Переделить Рынок Переделились Через Политику Вот на что Это выглядит А это все Что я говорю Сейчас это Факты Это подтверждены И это Публично Все видно Я отвечаю За свои слова Могут ли Дальше Все-таки Произойти Какие-то Изменения Которые Приведут Не знаю К уменьшению Тарифов Или они будут Только увеличиваться Под предлогом Того Что Вот сейчас Будет происходить Сортировка Все это Будет Все более Усложняться Процесс Без вывоза И утилизации Мусора Видите ли Олег Я скажу Так Есть такая Одна Большая Загадка Мусор Утилизируется В тоннах Вот на главной Свалке Нашего города Мусор Утилизируется В тоннах А вывозится В кубических Метрах И пока Не будет Проведено Жестного Соответствия Между кубическими Метрами И Тоннами Никаких изменений Внятных Не будет Потому что На самом деле Что значит В кубических Метрах Ну пришел человек Молодых Людей своих Убеждаем Будьте добры Если вы выносите Коробку из-под обуви Сомните Ну как Правило 60% Этого не слышат Можно взять Ну вот давайте Возьмем так Мы платим Условно говоря 16 евро За контейнер Который Заполнен Пустыми Коробками Из-под обуви И 16 евро За контейнер Который засыпан Песком Но очень груб То есть здесь Никакой логики Никакого понятия нет Неважно Пустой Полный контейнер Машина подошла Ты должен заплатить Полную стоимость Привоза контейнера И поэтому О ценах Говорить бесполезно Большая тайна Сколько принимает От населения Тон Мусора Гетлини И сколько Кубов Возят Наши Обслуживающие Организации Если эти две цифры Соединить То тогда Возможно Можно начинать Говорить о том Что может быть Какая-то Понятная Справедливая Это первое Второе На мой взгляд Этот вопрос Вывоза Организации Сбора И вывоза Мусора Нужно забрать В Домоуправление И передать Центральной власти Городской Должен быть Какой-то Департамент Я не знаю Городское предприятие Которое будет Отвечать За сбор Сортиров Создание условий Для сортировки И деньги Должны Или через налоги Или через специальные платежи Идти через город Нужно Оторвать Все это От прописки Потому что На сегодняшний день Каждый дом Стремится Создать Отдельную Контейнерную Площадку Вот у нас Будет Очередное Микро Создание Где Мы не сможем Ненормально Разместить Ненормально Вывести Ничего Не сможем Ну вот мы будем свое Чтобы платить за свое В связи с этим Известно Сколько людей В городе Примерно Среднестатистически Известно Сколько каждый человек Условно говоря Производит мусор Все это известно В принципе Нет никакой проблемы Централизировать Эту услугу По городу Потому что Я ни за Ни против Монополия Ну по факту У нас сегодня Монополия Ну хорошо В моем районе Где я работаю Вывозить мусор Может только Одна компания Я никакой альтернативы Не имею Так что я имею Ну монополию На три Город поделен На три зоны И три компании Которые являются Монополистами В своей зоне Какая разница Ну будет один монополист Здесь я говорю Принципиально Вопрос Это соединить Тонны с кубами Это с точки зрения Ну скажем Хотя бы Прозрачности цены Услуги И следующий вопрос Это уже Вот То что Айверс Это организация Ну Более разумная Продуманная Организация Ну опять таки Я вернусь к тому Что Когда вот эти мусоровозы Ползают по моим дорогам Внутриквартальным Разрушают их Они объективно Их разрушают Тем более Что зачастую Они Не могут Подъехать К Контейнерам Потому что Забита машина Но там куча проблем Из своих И В связи с этим Я еще раз хочу повторить Это нужно Это требует Если мы говорим Об оптимизации Или об экологии То это в принципе Нужно менять подход Нужно начинать Не с того Кто будет вывозить А где будем собирать Как будем создавать Удобные условия Для сортировки И как будем Сохранять Внутриквартальную среду Когда нам Удастся сохранить И держаться Но я понимаю Что все-таки Ведь проблема Вот переводить Вес в объем Заключается в том Что Такого рода Мусорные контейнеры Которые подсчитывают Вес Мусора Они гораздо дороже Они необходимо Оборудованы Должны быть Электроникой И В общем Это все сразу Удорожает Подсчеты Ну есть Такие контейнеры Но я думаю Что даже Для очень развитых Стран Это экзотик Я думаю Что это Ну Понимаете Есть же пределы Какие-то Целесообразных решений В принципе Если бы Сегодня Каждый Зарегистрированный В Риге Платил 3 или 5 Или 8 евро За то Что Обрабатывается Мусор И он мог Воспользоваться Любым удобным Для него Контейнером Было бы Гораздо проще Ждит Ждит Это первое Второе То что Можно было бы Тогда знать Нагрузку этих Контейнеров И допустим Организовать Условия Внутриквартальной Перемещения Более Щадящим Транспортом Внутриквартального Перемещения Но есть масса Решений Вы знаете Если пойти То там Можно найти Решения От умных Контейнеров До Мусоропроводов Уже Подземных Там все В мире Существует То есть Если надо Заниматься Тогда уже Перспективой Думать Как это все Обрабатывать То что Сегодня Ну хорошо Ну поменяли Одну компанию На другую Ну выдвинули Им требование Поставить машины Там Евро 6 Ну хорошо Но этот Евро 6 Работает на Оптимальных Режимах Работы Двигателя Когда Там С первой На нулевую Передачу Тыркается По микрорайону Все эти Евро 6 Они не имеют Никакого смысла Вот Так что Опять так Я вернусь к тому Что надо Заниматься Не этим А Именно Организацией И Менять Полностью Принципы Вот нам Пишут Добрый день Контейнеры Для разного Типа мусора Это наверное Неплохо Но дворы Многоквартирных Домов Имеют Определенные Размеры И в итоге Вместо Запланированных Двух контейнеров Стоят уже Четыре Стоят они На дефицитных В дворах Парковочных Местах Их просто Уже Некуда Ставить Их ставят В каких-то Причудливых Местах Которые Затрудняют Просто Передвижение По двору На машине Возмущается Слушатель А у В общем процентном Составе Там где-то 15-18% В общем Городском Живом Фонде Остальное Это Пятиэтажки Которых Никогда И не думали Мусоропровые Поэтому Я еще раз повторю Эту тему Можно Говорить Так Можно Либо Завтра Приказать Всем Брать Мешочек И идти Там До Гетлини Пешком И назад Или на Самокате Катиться И там Сразу В Гетлине Скидывать Либо Надо Начинать Заниматься Уже Действительно Реформой Мусорного Вопроса Но тогда Это нужно Начинать Не с того Кто и за Столько Будет Вывозить Но тем не менее Вот ведь Выгода Жителей В сортировке Мусора Она Проявляется Хотя бы В том Что если Люди Относят В эти Бесплатные Места Сбора Сортированного Мусора Картон Стекло Например Стеклянные Бутылки Какие-то Пластмассовую Тару Которая Тоже Заполняет Достаточно Объемно Вот эти Все Мусорные Контейнеры Ну вот Я имею ввиду Которые Принадлежат Дому То тогда Таким образом Им все-таки Нужно платить Меньше будет За вывоз Мусора Во всяком случае Не нужно будет Так часто Вывозить Эти мусорные Контейнеры Ну в этом Смысл Морковка Скажем так Или Ну я бы Назвал это Морковкой И скорее всего Скоро Сделать Это Вывоз Сплатным И второе Мусорные Компании Начали Сейчас Ужесточать Требования К сортированному Мусору Причем Не объявляя Об этом Широко Но начинают Выдвигаться Условия Что такой Вид бумаги Вы не можете Туда бросать Такой вид пластмасса Вы не можете Бросать Причем Это так Это вскрывается Таким образом Что вдруг Приезжают И у тебя Не забирают Контейнер Ты звонишь А почему Не забрали А вот у вас Там не соответствует Причем Широкой рекламы Или четкого Понимания Что значит Сортированный Мусор Сегодня нет Когда Ставили Контейнеры Инструкция Была простая В одну В один Контейнер Идет Металлическая Упаковка Пластмассовая Упаковка И картонная Бумажно-картонная Упаковка Второй Контейнер Идет Стекло Третий Идет Все то Что не попало В первую Эду Теперь выясняется Стекло Не все А только Бутылочное А вот Если у вас Разбилось Зеркало То вы его Туда бросить Не можете А если у вас Разбилось Окно То тоже Стекло Осколки стекла Или ваза Тоже туда Бросить не можете Уже начинается Такое Ожесточение Бумагу Можно бросать Но не вощеное Ну и куча таких Подводных элементов Поэтому Я думаю Что этот стимул Достаточно быстро Будет Каким-то образом Или извращен Или приведен К тому Что этот стимул Вам перестанет Хотя Люди пользуются Я просто Вижу По своему Кооперативу Вы поставили Площадку Для сортированного Мусора На 6 домов Именно только Только сортированный Мусор Оборудовали И видно Что люди Постоянно Идут И несут Ну да Я тоже Наблюдаю В принципе И сам Пользуюсь Такого рода Вот услугой И в принципе Ведь это Ну как Морковка Как вы сказали Она достаточно Ну логична Для человека Который понимает Что часть мусора Он может Выбросить Бесплатно То есть Не платить За Этот мусор И Это может быть В принципе Если в рамках Такого большого Многоквартирного дома Вполне себе Очень такая Ощутимая экономия Ну да Но кроме того Еще давайте Не забывать Что есть Очень много Дисциплинированных Людей Вы сказали Что можно Сортировать Они понимая Внутреннюю дисциплину Понимая Что вот Можно сортировать И в результате этого Происходит Какой-то положительный сдвиг Они начинают Активно этим пользоваться И Эти люди Собственно Вызывают Эффект подражания То есть Начинается Ну какая-то реакция К этому нужно привыкнуть Я могу привести Только один пример Я помню Не так давно Я был в Таллине Ну и вот Я человек Расхлябанный Утро Раннее Светофор работает Красный свет Горит Ни одной машины Нету Несколько человек Стоит на перекрестке Я дернулся Идти На меня Все остальные Так посмотрели Что вернулся Назад И встал Точно так же Произойдет Со временем И с сортированным Мусором Нужно просто Выждать И создать Наиболее удобные Условия Контейнер Я бы еще То есть Это тоже Оставлять ваши вопросы Заранее На номер 2006191 Большое спасибо И всего доброго Хорошего дня До свидания Радиоболтком Редактор субтитров А.Семкин